Неоготическая Литеранская Кирха становится брендом города наряду с каложей и фарным костелом. Каждое воскресенье здесь проходят службы, регулярные концерты органной музыки, а новость о том, что в Кирхе установились солнечные батареи, попала во все наши СМИ. И во многом это произошло благодаря пастору Кирхе Владимиру Татарникову, с которым скоро мы с огромным удовольствием пообщаемся. А мы снова говорим вам доброе утро, и к нам в студии уже присоединился наш гость. Очень рада его представить. Это Владимир Татарников, пастор Литеранской Кирхи. Доброе утро, и спасибо вам большое, что сегодня пришли и уделили нам время. Доброе утро. Ну что, начнем мы говорить с того, что с самого начала я хотела бы узнать, как вы пришли в Литеранскую Кирху именно нашего города Гродно. Это совсем очень просто. Я сам родился в городе Великим, вырос в городе Витебске, и после окончания семинария меня направили по распределению сюда, в город Гродно, потому что в городе сохранился единственный действующий лютеранский храм на всю нашу республику Беларусь. Сколько лет вы уже? Я приехал в город Гродно в 2009 году. В 2009 году. На самом деле, я вот заметила, что я думаю, что все гродницы восхищены, как за несколько лет Кирха преобразилась. Когда вы приехали в Кирху, в каком состоянии она была? То есть огромная же работа проделана, насколько я знаю. Да, я думаю, что многие жители нашего города, да и не только жители, гости, которые приезжают, вспоминают то время, когда храм находился в удручающем состоянии, нужно было, конечно же, принимать активные меры по его сохранению, по реставрации. Пользуясь случаем сегодня в вашей студии, хотел бы поблагодарить руководство области, губернатора, предыдущего губернатора, господина Шапиру и сегодняшнего губернатора, о том, что они также оказывали содействие в деле сохранения этого культурного наследия, единственный действующий лютеранский храм. Потому что, к сожалению, были не только штукатурка отпадала, но были трещины, грунтовые воды подходили. Нужно было принимать активное участие в работах по сохранению этого уникального памятника. И вот спустя два года, работы начались в 2014 году, спустя эти два года мы смогли большего сделать ремонтно-реставрационной работы не только по фасаду, но и внутри храма. Но чтобы делать работы, нужно было сделать, конечно же, исследовательские работы и сделал предприятие «Гродный граждан-проект». была проведена колоссальная, уникальная работа по восстановлению храма в том состоянии, в котором он был изначально. И вот, опять же, пользуясь случаем сегодня у нас в вашей программе, сегодня утром, хотел бы сказать о том, многие спрашивают, почему же здание штукатурили, почему приобрело здание серый цвет. было произведено химико-физический анализ, который показал, что цвет, который мы привыкли видеть, желтый, который был храм, покрашен. Этот цвет был покрашен храмом во времена архива. Изначально, его первоначальный цвет был серый, который мы сейчас видим. И исторические данные показали, что в 1912 году храм был оштукатурен. Было пристроено к нему здание пастора, дома пастора, и храм был оштукатурен. Поэтому мы привели храм сегодня в то соответствие, которое он был изначально в 1912 году. И, кстати, в следующем году храм отметит 105 лет с момента последней его реконструкции. Ведь строительство храма было 1779 год, храм перестраивался, и то, что мы видим сегодня, 1912 год. И я так понимаю, что к этому празднику 105 лет вы собираетесь еще и реконструировать старинные часы, которые находятся в кирхе. Есть такой у вас план? Я читала в каком-то интервью. Да. Что касается следующего года, это год юбилейный не только для лютеранской общины, но и для вообще всего лютеранского мира. Это 500 лет после реформации, которую совершил Мартин Лютер в 1517 году. И к этому времени мы хотим, конечно же, при поддержке уже посольства Германии и лично посла установить часы, которые молчат уже более 70 лет. И я думаю, что мы надеемся и верим в том, что в следующем году жители и гости нашего прекрасного города смогут сверять свои часы по нашим башенным часам. Вы знаете, мы тоже очень надеемся, что это будет, и наши корреспонденты. Очень надеемся, потому что они остались просто в диком восторге от этих часов. И я думаю, что всем зрителям понравится сюжет, который сделала Светлана Губарь. Я предлагаю прямо сейчас посмотреть, что она для нас подготовила. Внимание на экран. Вот это фотография, точнее копия фотографии из семейного альбома моей родной тети Маргариты, пастор Адольф Освальплямш. Вот он здесь сидит на лавочке, и вот его окружают конфирманты. Среди них есть вот мой дедушка Рингольд Шефлер. На фотографии Рингольду 16. Позже он станет звонарем этой кирхи. Судьба деда трагически. Он погиб в 1939 году. Освобождали город Гродно от польского режима. Также трагичны судьбы многих из той прежней довоенной лютеранской общины. Многие люди старшего поколения, которые имели немецкое происхождение, доподлинно немецкое происхождение, не скрывали свое происхождение, изменяли фамилии, отчество, имена. В том числе и моя мать, которая носила девичью фамилию немецкую, вот она поменяла свое отчество. Сам Юрий только в зрелом возрасте узнал о своих немецких корнях. Он рано потерял родителей, а воспитывался в интернатах. Но голос крови однажды привел его в кирху. И теперь по той самой лестнице, по которой ходил его дед, Юрий поднимается, чтобы звонить в тот же колокол, оглашая службы. Ну вот, остатки часового механизма, станина и основные детали, элементы, ну, более-менее как бы сохранились. Старинные часы, изготовленные в Нижней Саксонии, в 1918 году сегодня стоят. Это мое рабочее место рядом с часами. Я произвожу, значит, звон, колокольный звон, таким образом, вот. Ну, то есть мы так приспособили, потому что, когда он поднимется выше, вы видите, там довольно-таки в аварийном состоянии вся эта система находится. Но, тем не менее, в колокол звонить можно, и он производит довольно-таки хороший такой, впечатляющий звук. Сам колокол гораздо выше часов. Поднимаемся дальше. Ну, метров 20, наверное, еще надо, начиная от земли, до яруса колокола. И вот, наконец-то, колокол. 33-пудовый великан, подаренный кирхе русской православной церковью в 70-х годах XIX века. Изготовлен он, естественно, в России. Вот тут даже на канте колокола написано «Литы в Ярославле». Указан вес колокола. Но, тем не менее, отличие, конечно, есть. Декор, видно, готическими элементами, трелюстник. И надпись, естественно, на латыни переводится «Бог отец посылает своего сына». Сам колокол великолепно сохранился. Но деревянное крепление механизмы время не пощадило. А вообще, по свидетельству очевидцев, система колокола и часов еще даже после войны работала, была исправная, работала. Но, к сожалению, вот наша вот такая безалаберность, бесхозяйственность, никто этим не занимался, не сохранял. И это все было растащено. Света Губрина, на мой взгляд, сняла прекрасный сюжет. И, посмотрев его, мне еще больше захотелось вам пожелать, чтобы то событие, которое вы готовите, связанное с этими часами, все-таки осуществилось. Поэтому вам этого, конечно, желаем. Следующий вопрос наш будет связан с музыкой. Потому что я знаю, что сейчас, мне очень хочется попасть, проводятся вечера органной музыки. Расскажите чуть подробнее про орган, как вам удалось эту традицию сделать постоянной. И вот немного об этом, если можно. Если говорить вообще о музыке духовной или органной музыке, это входит в традицию нашей церкви. Нашу церковь называют поющей церковью, потому что большая часть богослужения община поет хоралов. Но еще поющий, потому что самый известный органист, и орган Себастьян Бах, мы считаем его таким самым важным органистом, не только органистом-композитором, который написал много произведений, которые сегодня славятся, и популярны органные произведения. И вообще традиция проведения вечеров органной музыки – это традиция всей нашей лютеранской церкви. Куда бы вы ни приехали, в какую бы страну вы ни приехали, если есть лютеранский храм с органом, там обязательно будут проходить концерты органной музыки. Более старшее поколение прекрасно помнит органные концерты в Домском соборе, в Риге. Это лютеранский храм, который до сих пор проводит эту традицию органных вечеров. И мы приняли эту традицию. Конечно, история с нашим органом, она очень интересна, ведь орган, который мы имеем сегодня, – это не аутентичный орган. Аутентичный орган был, по нашим архивным данным, он должен был быть передан архиву, прошу прощения, филармонии, в 1945 году. Но, к сожалению, история органа нам неизвестна, что с ним стало. Осталось только ниша, в которой был орган. И в 2012 году, когда было столетие с момента последней реконструкции нашего храма, мы решили начать поиски органа для нашей кирхи. И вот мы нашли. Два года уже орган находится в нашем храме, и он радует сегодня жителей и гостей города. И мы удивлены тому, что концерты, которые мы проводим, до сих пор проходят аншлаг. Люди приходят. Люди не только пожилого возраста, но также и молодые. Молодежь, молодые семьи с маленькими детьми. Кажется, что будет ли интересно ребенку слушать органную музыку, но дети очень интересные, им нравится, они смотрят. Особенно им нравится смотреть, как органист играет ногами. И опять же, пользуясь случаем сегодня утром, находясь здесь, в вашей студии, хочу пригласить жителей и гостей города 25 ноября 18.00 на концерт органной музыки органиста «Виртуоза» из Италии. Мы знаем, что итальянцы, они сами импульсивные такие люди. И, конечно же, концерт органной музыки также доставит удовольствие. Но еще хочу сказать, что все наши концерты, они благотворительные. Мы несем, своего рода, две такие цели. Одна из целей – это, конечно же, людей приобщить к этой органной музыке, чтобы люди могли прийти с разным достатком, прийти и послушать эту органную музыку. Ну и второе значение, конечно же, приобщить людей, не бояться приходить на концерты, например, в наш храм, потому что многие, как бы, с одной стороны, стесняются приходить, как бы не зная, не понимая, что там происходит. Поэтому всех приглашаем прийти на концерты органной музыки. Но вообще органная музыка, я хочу сказать, что это музыка непростая. Это музыка, которая наполняет нас внутри. Ведь наш орган, который находится в храме, – это механический орган. В нем только присутствует одна электронная часть – это насос, который накачивает меха. Но вообще музыка органная – это духовная музыка, которая наполняет наши внутренности и заставляет о чем-то задуматься. Поэтому мы сердечно приглашаем жителей и гостей города на концерт органной музыки. И помимо больших концертов у нас проходит мини-концерт органной музыки. Каждые выходные. В большей степени, конечно, они направлены на туристов, которые приезжают. Я думаю, что и туристам очень нравится. Это так обогащает их экскурсионный маршрут в наш такой исторический город. Вот 30 минут мини-концерт органной музыки – они получают большое удовольствие. Я на самом деле восхищена. Мне очень нравится органная музыка. И я восхищена вами, потому что, мне кажется, вы проделали просто колоссальную работу. Уверена, благодаря органу очень много людей стали еще приходить в кирху. Двери всегда открыты, я правильно понимаю. Да, дверь всегда открыты. Но и для нас важно то, что мы заняли, наверное, еще свою такую нишу в культурной жизни города. И наш орган сегодня славится не только в городе, но и за его пределами. Хорошо. Один из вопросов, который касается события, которое произошло в жизни, в вашей жизни совсем недавно, это то, что заставило о вас говорить очень-очень многие средства массовой информации. Солнечные батареи в вашем здании. Расскажите, как это появилось, как эта идея пришла в голову. И самое главное, как это удалось воплотить? Да, это такой наш пилотный интересный проект, которым мы, с одной стороны, боялись им заниматься, потому что это такая неизведанная стезя, особенно для церкви. Но опыт, мы приняли опыт от наших друзей из Германии, ведь Германия очень развита. И солнечные батареи, и метро-постанции. В плане экологии, да. И к этому проекту мы шли два года. Мы взяли на себя такие обязательства по энергосбережению перед нашими партнерами, вообще здесь, в Гродно, что мы будем пытаться употреблять меньше электроэнергии и менять все наши лампочки и те приборы, которые у нас стоят, на энергосберегающие. И мы решили смотреть, уменьшается ли наше употребление электроэнергии с каждым месяцем. И мы ввели такую схему. И в итоге мы поняли, что это дело нужное. Мы сэкономили колоссальное количество финансов, не скажем, что сильно большое, но для нашей общины, такой небольшой общины, где очень мало финансирования у нас, этих денег мы могли использовать на свои нужды или на нужды благотворительности. И что касается солнечных батарей, сегодня я готов сказать, что это вещь нужная. И не просто нужная вещь в том, что затраты, которые мы потратили на солнечные батареи, за два года мы их окупим. Даже в такую погоду, как сегодня, как ноябрьская погода, тогда, когда нет солнца, все равно вырабатывается, не в такой большей степени ток, но все равно вырабатывается электроэнергия. И самое, что интересно, никакого обслуживания и ухода за солнечными батареями не нужно. Мы их поставили на крышу. Ни дождь, ни снег, ни мороз, ни жара на них не влияет. Они всегда работают и дают нам электроэнергию. Поэтому я призываю, особенно большие корпорации, фирмы, компании, которые могут использовать солнечные батареи, ведь как для наших религиозных организаций мы платим не так много за электроэнергию. Но я знаю, что компании, фирмы платят большую сумму, поэтому им тоже выгодно поставить солнечные батареи. Ну и, конечно же, еще одна выгода – это на дачах, кто на дачах находится, поставить солнечные батареи, чтобы в течение недели накопилась электроэнергия, чтобы можно было приехать в выходные, а за этой батареей, куда уходит электроэнергия, накапливающаяся батарея, можно использовать бесплатно. Это очень здорово и очень важно, что у нас в городе есть такие люди, как вы, у которых прогрессивный взгляд на экологию, на вещи. Мне кажется, очень многим стоило бы у вас поучиться, очень-очень многим. Для нас очень сейчас важно и интересно даже то, что мы открыты для людей, которые интересуют солнечные батареи, и мы поняли и увидели, что очень много людей приходят, даже с любопытства посмотреть, а что оно себе представляет, как эти вот панели, которые у нас на крыше, что они дают и реально ли они дают электроэнергию. И мы всегда радуемся, когда мы слышим, что в Гродно, например, как вот недавно прошла информация, что новая мойка для автомобилей будет от солнечных, работает солнечные батареи. Это очень хорошо, потому что это очень важно, экология, даже недавно открывшийся мусороперерабатывающий завод, это очень важно. Хотя, может быть, мы в своих квартирах и не думаем, насколько это важно, собирать раздельный мусор или отдельный батарей. Это правда очень важно. В той же Германии, в той же Бельгии ты просто не можешь выносить мусор, если у тебя там нет трех разных пакетов. И если кто-то это увидит, ты получишь огромный штраф. Да. Это здорово. Да, и там даже, если во дворе в мусор кто-то из жильца выбросил все вместе, то штраф расписывается на весь дом. Мне кажется, это правильный путь, и здорово, что мы на него становимся, и когда-нибудь мы придем к этой культуре. И очень здорово, что вы одни из первых, кто об этом так громко и так уверенно заговорили. Да, мы надеемся, что будут и другие христианские конфессии, и другие люди следовать нашему примеру, и мы просто сделаем наш город чище, красивее, экологичнее. Спасибо вам большое. Мы восхищены проделанной вами работой. Вам спасибо. Желаем вам удачи и закончить ваше начинание с часами. Да, вот вы сейчас, вот ваши ближайшие планы такие. И как только вы все это осуществите, мы обязательно ждем вас в гости на нашем канале. Да, я приглашаю вас и всех жителей и гостей города в наши концерты органной и камерной музыки. Спасибо. Спасибо.